МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно год назад в эфир вышел первый выпуск нашей программы. С тех пор каждый месяц мы рассказываем о самых нашумевших судебных разбирательствах, громких преступлениях, реальных историях, записываем эксклюзивные интервью. Это программа «Законный интерес». В студии Екатерина Игнатьева. Здравствуйте. На протяжении года мы следили и за тем, как проходит рабочий день сотрудников прокуратуры. Самое интересное попало в объектив нашей камеры. Небольшой отчет о проделанной работе. Смотрите прямо сейчас. В первой программе мы решили рассказать об одном из самых сложных направлений работы прокуратуры – противодействии незаконному обороту наркотиков. Прошлым летом сотрудникам ведомства впервые за пять лет удалось официально зафиксировать содержание наркопритона. Героиней выпуска стала Марина – бывшая воспитательница детского сада, которая готовила и употребляла у себя дома дезаморфин. Никакой я наркопритон не содержал. Чего они на выдуме вот? Пришел ко мне друг, привел двух друзей. Чего хорошего? Не отдохнуть, ничего. Как только ночь, так все. То какая-то вонь от них идет. Чего они там, трикодил варят или еще что? Ровно через год мы снова вернулись к теме наркотиков. В этот раз в поле зрения попал в частный сектор заводского района Ивера Крепанова – женщина, которая за бутылку водки разрешала курить в своем доме марихуану. Пришла девушка. Она пришла к моей дочери. Она употребляется. Я отсюда убежал только по той причине, что невозможно здесь находиться. Самые громкие преступления прошлого года мы отразили в выпусках, посвященных работе гособвинителей. В программу вошли история о малолетних насильниках из Балашова, жестоких убийцах из Саратовского района и сотруднике ртищевской полиции, по вине которого в ДТП погибла целая семья. Я потеряла дочь, мужа гражданского, сестру и племянника. Это просто невозможно. Хотя все понимают, как тяжело, но никто не может представить, как это тяжело. В течение года мы следили за тем, как сотрудники прокуратуры борются с нарушениями в жилищно-коммунальной сфере, встречались с жителями самых страшных и разрушенных домов области. Этот дом построили и ввели в эксплуатацию еще в начале прошлого века. Ветер по полу гуляет, разуваться как бы не получается. Клеенку вот повесили, стекла от мороза треснули. Из прячних благ цивилизации у них есть только холодная вода и электричество. А что у вас с батареями здесь? Батарея у нас одна тут не работает. Наша съемочная группа участвовала и в спецоперациях. В результате одной из них удалось раскрыть крупный подпольный клуб игровых автоматов. Не все съемки проходили гладко. Несколько раз оператору пытались разбить камеру. А вы что, фотографируете? Все такая же я. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Вон отсюда! Быстро! Вон отсюда! Быстро! Я говорю, уберите камеру. Да что тихо-то, ебаный. Но несмотря на порой экстремальные условия, мы продолжаем держать вас в курсе самых скандальных и криминальных событий и знакомясь с тем, как проходят рабочие будни сотрудников прокуратуры. В этом году вступил в силу закон, согласно которому алкогольную продукцию можно купить только в определенное время. Саратовские общественники внесли свои поправки в документ. Теперь жители региона могут приобрести спиртное только до 22.00. Еще одним нарушением законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции является продажа нелицензионных напитков. С начала года сотрудники прокуратуры уже привлекли к ответственности около 200 таких предпринимателей. Насколько сложно купить алкоголь в ночное время? И есть ли вероятность, что он окажется контрафактным? Показывают совместные рейды сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов. На часах 12.00 ночи по закону в это время алкоголь продавать уже нельзя. Но буквально на днях прокуратуру города поступила анонимная информация о том, что в некоторых магазинах Волжского района спиртные напитки можно купить в любое время суток. Сейчас мы это и проверим. Многие сталкивались с ситуацией, когда вы сидите, отдыхаете дружной компанией и у вас закончилось пиво. И, конечно же, приходит здравая идея найти еще. Я думаю, в любой компании все сталкивались с такой ситуацией. И, конечно же, у нас начинаются поиски мест, где люди не очень, так скажем, соблюдают наш закон и спокойно реализуют нам алкогольную продукцию. В ночные поиски с нами отправляется Кирилл, житель поселка Юбилейный. Утверждает, без проблем купит спиртное в любом из местных ларьков. Там после полуночи самый спрос на напитки с градусом. В принципе, в городе есть несколько мест, где без проблем продают по ночам пиво, либо что-то покрепче. Я думаю, если вам интересно, мы сейчас с вами сможем зайти в эти места, где нам спокойно продадут то, что мы захотим. Следом за нашей движется еще одна машина. В ней находятся сотрудники полиции и прокуратуры, которым предстоит зафиксировать факт нелегальной продажи. Первая остановка – магазин в районе Скаловой горы. Давай бутылку пива, коктейль. Бутылку милля. Давай два пива? Да. Давай яблор возьмем. Старая классика. Все, да? Да, все. Тристо ровно, пожалуйста. Так, тристо ровно. Все. Рассчитывает без лишних разговоров, словно и не видел, что на часах давно перевалило за 10. Знаете, что после 10 часов организации выключил алкогольный продаж? Да, знаю. Знает, но все же нарушает закон. И тут же оправдывается, якобы алкоголь он продавать не собирался и денег не брал. Где я продал? Где я уму деньги? Где я продал? Теперь предпринимателям придется заплатить административный штраф за незаконную продажу, а расстроенным покупателям, которые не оставляли попыток зайти в магазин, искать алкоголь в другом месте. Впрочем, у Кирилла такое на примете есть. И всего в нескольких остановках отсюда. Конечная остановка общественного транспорта. Небольшой ларек. Основной товар пива, но работает он почему-то круглосуточно. Балтик, кройку дайте. Без проблем. И здесь продавец идет навстречу покупателю. Откройте, полиция. Дверь открывают только спустя полчаса. Спрятаться от ответственности этому продавцу тоже не удастся. Более того, теперь магазин попал в так называемый черный список. Проверять на факт незаконной продажи алкоголя сотрудников будут намного чаще. Санкция статьи 146, часть 3 предусматривает административную ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей. Нарушение законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции не редкость. Только с начала года прокуратура области зафиксировала около 500 таких случаев. Основными нарушениями, которые прокуроры выявляют в текущем году, это нарушение лицензионных требований продажи алкогольной продукции без лицензии и продажи алкогольной продукции, маркированной контрафактными специальными акцизными марками. Как правило, в поле зрения попадает именно алкоголь, который недорогой по цене. Это крепкий алкоголь, как правило, это водка. А недавно в поле зрения попал чуть ли не самый крупный в области склад алкогольной продукции. Как выяснилось, контрафактный. Известная в регионе торговая организация по оптовой продаже спиртного поставляла на розничный рынок бутылки с поддельными акцизными марками. Акцизная марка. Специальный знак, имеющий одну или несколько степеней защиты. Наклеивается на определенные виды товаров. Применение акцизных марок позволяет государству своевременно обнаруживать товары, не оплаченные акцизным сбором, а покупателю гарантирует качество и количество покупаемого товара. Представление акцизной марки отдельно от тары со спиртным напитком. Рассматривается контролирующим органом, как нелегальный оборот алкогольной продукции. Сейчас на территорию сказкового комплекса могут попасть только сотрудники и представители надзорных и правоохранительных органов. Уже больше недели здесь работают силовики, они описывают контрафактную продукцию, которая уже исчисляется тысячами бутылок водки, вина и портвейна. Могли ли быть напитки опасными для здоровья, покажет дальнейшая экспертиза. Предстоит выяснить и другие подробности этого дела. Например, какой регион снабжал оптовый склад контрафактным алкоголем и кто ответит за громкое нарушение. Тем временем в сентябре в столице проходит ежегодная конференция Ассоциации прокуроров, участие в которой принимает и глава Саратовского ведомства Владимир Степанов. Стоит отметить, что мероприятие дает возможность обменяться опытом, а также укрепить профессиональные и личные связи. Мы продолжаем следить за самыми интересными событиями. И на этом у нас все. Мы желаем вам только законных интересов. Редактор субтитров А.Семкин